Всем привет, с вами Андрей, канал Инженер Брунз. У меня появилось немного свободного времени, поэтому записываю небольшое видео о состоянии дел у нас. Мы живы, и нам повезло еще и в том, что наше имущество уцелело. Бои и артиллерийские удары были буквально в соседних городах, у нас были только ракетные обстрелы. Что могло бы случиться с моей мастерской, вы можете посмотреть на канале у Марка Фишера. Это человек с золотыми руками, который всю жизнь ими работает и учит этому мастерству детей в школе. Всем привет. Вот зашел к себе в мастерскую. Это мастерская. Дальше гараж. Вот станки. ЭНЕСКО. Китай Сэнхель. Вот там лежит токарный. Вот такое состояние везде. Стены обрушены. Второго этажа нет. Это ТВ, на которой я работал. Дальше вон. НГФ. Здесь был гараж. Вот так вот нас освободили. Ну, а это дом. Я когда увидел, что у него произошло, собрал инструмент, какие-то полезные мелочи и отправил ему, чтобы у него была хоть какая-то возможность работать и восстанавливать свою мастерскую. В описании я оставлю ссылку на его канал. Если у вас есть желание ему помочь, вы сможете это сделать. Несколько недель назад я смог вернуться к более-менее нормальной работе на себя в своей мастерской. До этого момента я занимался чем-то вроде волонтерской деятельности в нашем регионе. Это была помощь нашей армии, территориальной обороне, полиции, саперам, каким-то городским службам, пожилым людям. И везде, где я мог бы быть полезен, я старался помочь. Я выложу коллаж фотографий из того, что снималось и разрешено было снять, но, честно говоря, в то время было особо не до снимков. Это была как и работа в мастерской, так и решение каких-то логистических или финансовых задач. Сейчас меня уже отправили обратно работать сюда. Здесь я смогу быть максимально полезным, поскольку, кроме всего прочего, нужно работать, платить налоги и поддерживать жизнедеятельность государства. Так что в ближайшее время я закрываю рабочие хвосты и, возможно, даже займусь доделыванием своей новой головоломки. В первые месяцы войны у нас, кстати, была шутка о том, что было бы неплохо менять головоломки на рации для нашей армии. В связи с войной я сделал у себя некоторые правила безопасности для моих клиентов. После оплаты деньги остаются на счету ровно до того момента, пока вы не получите свой заказ. Так что если вдруг меня убьют или мастерская будет разрушена, то вы сможете открыть диспут в платежной системе и вернуть свой платеж. Также я принял решение закрыть свой канал для просмотров из России. Я не хочу, чтобы вот эти нелюди, которые способны насиловать детей, убивать людей целыми семьями, сжигать их, давить техникой, пытать. Вот я не хочу, чтобы вот эти звери и их сограждане имели возможность получать удовольствие от моего творчества. Более того, поскольку россияне сделали русский язык своим оружием, то во всех будущих разговорных видео, за одним небольшим исключением, я перейду на украинский язык. Поэтому всем зрителям из России и всем русским, которые поддерживают действия Путина, я рекомендую отписаться и забыть про этот канал. Россиянам будут доступны только те видео, которые я не могу скрыть по техническим причинам. Ну и если у меня хватит сил, я сделаю еще одно видео о войне, но оно им точно не понравится. Также я полностью отказался от просмотра любых российских ютуб-каналов и вас призывают сделать то же самое. Они получают монетизацию с ваших просмотров, платят с нее налоги и потом за эти налоги убивают украинцев. И напоследок я хочу сказать спасибо. Огромное спасибо Эрику Фуллеру из Cubic Dissection и Полу Миддлтону из JPGamesLTD, которые не только оказали существенную финансовую помощь для меня, но и организовали ее сбор среди всех любителей головоломок. К сожалению, я не вел полный список людей, которые оказали мне финансовую помощь, но хотя бы те данные, что у меня есть, я покажу вам на экране. В любом случае, я еще раз вам хочу выразить огромную благодарность от себя, своей семьи и своей страны. Ваши средства не только помогли нам выжить в это сложное время, но и я смог оказать помощь тем людям, которые нуждались мне еще больше. Также большое спасибо всем людям, которые предлагали нам помощь в эвакуации. Мы всегда оставались здесь, но мы знали, что нам есть куда убежать в случае крайней нужды. И огромное спасибо хочу сказать всем тем странам, кто приютил наших беженцев и оказал нам гуманитарную или военную помощь. Я не знаю, каким образом мне выразить вам свою благодарность, но я хочу, чтобы вы знали, что я это очень сильно ценю. Наша жизнь в Украине сейчас как какая-то злая лотерея. Россия перешла к террору и сейчас они наносят больше ракетных ударов по гражданским, чем по военным. Так что мы понимаем, что в любой момент можем либо умереть, либо потерять своих близких. После того, как мы увидели, что российские солдаты делают с мирными людьми, я понял, что лучше я умру в бою, чем от пыток. Так что теперь у меня есть свое личное оружие. И если говорить в целом, то жизнь нашей страны во многом зависит от того, успеют ли дружественные страны прислать нам вооружение. И если так случится, что Россия сможет уничтожить Украину, то следующее, на кого она нападет, это будут другие европейские страны. Но мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы этого не случилось. Слава Украине и смерть врагам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!